Департамент природных ресурсов, экологии и АПК Ненецкого округа в этом году получит более 80 миллионов рублей на поддержку сельского хозяйства. Из них 42 миллиона рублей пойдут на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, а 44 миллиона будут направлены на поддержку племенного животноводства. Деньги выделены в рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции. Также в рамках помощи из федерального центра предусмотрено выделение средств на софинансирование расходных обязательств региона, связанных с возмещением части процентной ставки по краткосрочным кредитам на развитие животноводства и растениеводства, страхование в этой же области на производство продукции растениеводства, на низкопродуктивные пашни в районах Крайнего Севера и на осуществление переданных полномочий Российской Федерации и в области организации регулирования и охраны водных биологических ресурсов. Эти средства будут востребованы, так как приоритеты, поставленные окружным руководством, как раз направлены на развитие животноводства и переработку продукции. Об этом в программе «Идея на миллион» рассказали председатель комитета инвестиций и развития предпринимательства Ирина Тихомирова и уполномоченный по защите прав предпринимателей Валерий Чупров. Политика, в принципе, окружного руководства такая, что мы готовы работать с переработкой, с производством. И во многих отраслях, особенно то, что касается производства продукции, продовольствия, да, это касается и рыбы, и мяса. Политика такая, что мы субсидируем единицу продукции. Вот сегодня на планерке расширенного заседания при губернаторе как раз озвучивалась эта тема, акцентировалась эта тема, что вот у нас есть, например, субсидия по копченой рыбе. И почему не участвует никто, кроме колхозов? Тот же самый предприниматель, организовав переработку рыбы, может рассчитывать на субсидию на тонну произведенной продукции, которой мы готовы рассматривать, включить инвестиционную дельту. То есть предпринимателю мы помогаем в части, возможно, это какие-то административные барьеры, возможно, это земельные участки, возможно, это получение лизинга. Но на выходе продукции мы готовы учесть инвестиционную составляющую, чтобы предпринимателю было интересно продолжать свое производство. Мало того, что вот наш региональный антикризисный план, как его коротко называют, он в качестве одной из основных ключевых задач предполагает обеспечение продовольственной безопасности нашего региона, чтобы мы максимально могли задействовать наши ресурсы, наше сырье для того, чтобы продукты питания производились, перерабатывались здесь. И, безусловно, интерес у населения, у жителей в первую очередь возникает в отношении рыбы, дикоросов.